Эльвира Смелик Синеглазая проблема для препода Глава первая Оля Наверняка подобное могло случиться только с ней, потому что очень часто в последнее время всё в её жизни именно так и происходило, через выдающую кормовую часть, которая находится сзади у любого человека. У кого-то милота, романтика, страсть, удачные совпадения и приятные сюрпризы, а у неё обычно странные приключения. А вроде бы что тут сложного и опасного посмотреть и оценить детскую кроватку, найденную на всем известном интернет-сервисе объявлений? Ничего же не предвещает? Вообще-то самой Оле эта кроватка и даром не сдалась. Заводить детей она не собиралась ни в данный момент, ни в ближайшей перспективе. Ей совсем недавно всего 21 исполнилось. И учиться она не закончила, пока ещё третий курс. А вот старшая, замужняя, сестрица родила не так давно. Если первые месяцы обходилась люлькой, то теперь ей понадобилась нормальная кровать. То есть не совсем нормальная, а специальная для младенцев, на колёсиках и со съёмным бортиком. «Лёль, ну лёль!» Заискивающе тянула сестра. «Ну не тащиться же мне с грудничком. А у Васи на работу внезапно какая-то комиссия с проверкой припёрлась. Если б не она, его бы отпустили. А теперь неизвестно, когда освободиться. Может, только к ночи. А у тебя же ещё каникулы, и Димочка твой пока не приехал. Ты же всё равно сейчас дома». Она сделала совсем короткую паузу, исключительно, чтобы перевести дыхание, и продолжила. «Я уже и с продавцом договорилась. Он через часик подъедет к вокзалу, чтобы тебе никуда не идти и не ехать самой. И там тебя заберёт. Будет ждать рядом с остановкой, чуть впереди. У него машина точно такая же, как у нас, только тёмно-синяя». «Подожди». Остановила нескончаемый поток объяснений Оля. Уточнила озадаченно и настороженно. «Куда он меня заберёт?» «Ну как, куда?» Воскликнула сестра с показательным недоумением. «Отвезёт к себе домой, чтобы ты кроватку посмотрела. У него ребёнок уже вырос, они ему уже другую купили. А это ещё совсем хорошее. И классное, прямо как я мечтала». «Знаешь, сколько такая в магазине стоит? Офигеешь! А они её отдают совсем недорого. Если сегодня не возьмём, другие заберут. Но сначала, конечно, посмотреть надо, насколько она в отличном состоянии на самом деле. Фотки-то любые можно прикрепить. В общем, глянешь, проверишь. Можешь тоже сфотографировать и мне скинуть. Если всё окей, пусть он разбирает. Я деньги на карту переведу, а тебе такси вызову, привезёшь». Оля слушала и молчала. Чем дальше, чем больше слов, тем меньше ей хотелось участвовать. Не то чтобы трудно. По большей части, просто лень. А ещё, не дай бог, она посчитает, что кроватка и правда нормальная, а сестрице, несмотря на предварительное одобрение, фото и всё прочее, в настоящем виде она всё-таки не зайдёт. Матрасик слишком жёсткий или мягкий, там пятнышко, тут сарапинка. От Наташки подобное вполне ожидаемо. «Ах, эти ползунки какие-то слишком розоватые, а у меня же мальчик». И ничего, что этому мальчику всего месяц от роду, и он почти ничего не понимает, и ему вообще без разницы, во что писаться, лишь бы вовремя переодевали. И что в якобы розоватых штанах его больше никто и не увидит, кроме мамаши, папаши и пары близких родственников. Вот же проблема. «Лёль, ты меня слышишь?» Прилетела из телефона, весьма беспокоенная. Сестрёнка наверняка правильно определила причины Олиного молчания. Легко считала все её сомнения и колебания. Предложила самыми невинными и беззаботными интонациями «Или тогда посиди с Олежкой, а я сама съезжу». Умела же она находить убедительные аргументы и прекрасно знала, что у Оли всё-таки имелась совесть, которая не позволила бы ей в наглую слиться, сбросить соединение и отключить телефон. Вот она, как любой человек в здравом уме, и выбрала не сединие с младенцем, а более безобидное. Ну, по крайней мере, в тот момент Оля так думала. Ну, по крайней мере, в тот момент Оля была твёрда и уверена, что более безобидная. «Ладно, хорошо», — обречённо согласилась она. «Съезжу». «Люлечка, ты самая лучшая, обожаю тебя!» Моментально затарахтела сестра и так далее, и тому подобное в прежнем духе, а под конец добавила с нежностью и заботой. «Я тебе ещё раз перезвоню, минут за пятнадцать до выхода». Да Оля и не сомневалась, что обязательно перезвонит. Она и телефон потому далеко откладывать не стала. Натянула джинсы и свитер, чтобы потом не суетиться, и устроилась с мобильником на кровати. Всё равно браться за какие-то дела нет смысла, чтобы не бросать на середине. А планы у Наташи очень легко могут измениться. Например, продавец подъедет не через час, а через полчаса, потому что ему вдруг стало так удобней. Значит, как раз есть время полазать по соцсетям и чатам. Как и обещала, за пятнадцать минут до окончания упомянутого часа Наташа перезвонила. По новой повторила все ценные указания и благодарные восхваления. «Поняла, уже собираюсь и иду», – доложила Оля, отключилась и действительно двинула в прихожую. Глянула на себя в зеркало, причесалась, надела ботинки и куртку, подхватила сумку. Большую брать не стала, выбрала поменьше, кроссбоди. Чтобы перекинуть через плечо и лишний раз не возиться. Возле вокзала, как всегда, было шумно и суетливо. От него не только уходили поезда и электрички, но и некоторые междугородние автобусы. Плюс обычные, рейсовые, плюс троллейбус. Чуть в стороне располагалось еще и трамвайное кольцо. А уж подъезжающих, отъезжающих и припаркованных легковушек вообще не счесть. И все-таки нужную машину Оля заметила почти сразу. Она уже стояла у края тротуара, недалеко от главного входа в здание вокзала. Немного впереди от остановки, той же марки, что у Наташиного Васи, только темно-синяя. Точь-в-точь по выданной сестрицей инструкции. Оля вздохнула, двинулась прямиком к ней, подошла, ухватилась за ручку, надавила, распахнула дверь, чуть наклонилась, чтобы видеть водителя, и спросила. «Это вы меня ждете?» «Получается, что я...» Откликнулся он, сдержанно улыбнувшись. Потом выдал вежливо. «Добрый день!» Явно, чтобы создать впечатление такого благовоспитанного и добропорядочного милашки. Выглядел он тоже весьма безобидно, даже, можно сказать, приятно и привлекательно. Совсем молодой, хоть и постарше, наверное, на несколько лет. «Тридцати точно нет, скорее, где-то около двадцати пяти». Каштановые волосы чуть взъерошены, глаза вроде бы серые, прямой нос, чуть выступающий вперед такой типично мужской подбородок с ложбинкой. Короче, парень как парень. И Оля откликнулась на автомате. «Здрасте!» Уселась, пристроила на коленях сумочку. Водитель как-то странно оглядел ее с головы до ног, словно оценивал. И уже тогда следовал насторожиться и задуматься. Тем более он зачем-то спросил. «Едем?» «А для чего еще она к нему садилась?» «Ого!» Оля кивнула. «Пристегнитесь!» Пристегнулась. И они поехали. А ведь ей сразу подумалось, что-то здесь не так, да и водитель показался слишком подозрительным. И вот, чего она не прислушалась к собственной интуиции? Глава вторая. Оля. По пути, чтобы просто скучающе не глазеть по сторонам, Оля даже попыталась завести беседу. Спросила самое простое и логичное. «Далеко ехать?» «Минут двадцать». Сообщил водитель, на секунду отвлекся от дороги и опять глянул на нее с каким-то непонятным выражением, как будто что-то решал или прикидывал. «Да так, скорее всего, и было». Точно прикидывал. Выстраивал планы и представлял заранее. А она подумала, что он просто не особо разговорчивый, и тоже решила помолчать. Им ведь на самом деле разговаривать особо не о чем. Вот сестрица наверняка бы сразу принялась расспрашивать, болтать о детях. Почти все молодые мамочки слегка повернуты на этой теме. А для Оли она вообще не актуальна. И неинтересна. Ну и ладно. Она и сама не из тех, кто трендит, не затыкаясь. Стоит увидеть в доступной близости хотя бы одного потенциального собеседника. Уж лучше и действительно поглазеть по сторонам. И музыку послушать. Тем более даже телефон с наушниками вытаскивать не понадобилось. В машине она и так играла. И очень даже ничего, вполне в ее вкусе. А значит, получалось и ей, и этому парню нравилось примерно похожее. Оля чуть повернула голову, посмотрела на него повнимательней. Так-то он и правда был симпатичным, но... Если ему не больше двадцати пяти, во сколько же он женился и завел ребенка, если сейчас тот уже дорос до полноценной кровати? Не рановато ли? Сейчас никто особо не торопится ни со свадьбами, ни с детьми. Если, конечно, исключить вариант по залету. А на него чаще всего как раз и попадаются вот такие вежливые и порядочные. Субтитры создавал DimaTorzok